Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Напоминаю, что мы с вами продолжаем разбирать то довольно крупное пополнение, которое пришло ко мне из города Санкт-Петербург. В данном видео мы, видимо, завершим его разбор. Сразу скажу, что в данном видео будут представлены монеты государств Северной Европы 20 века. Также проанонсирую, что из города Санкт-Петербург ко мне идет очередное такое не очень большое пополнение. Также с монетами государств Европы, в основном Европы Северной. Ну, не будем терять времени. Начнем данное видео с таких вот двух датских монет, достоинством в 1 эре 1934 и 1939 годов. Данные монеты выпущены во времена правления датского короля Кристиана X, который правил Данией с 1912 по 1947 годы. Такие вот монетки с отверстиями в центре и с монограммой Кристиана X на Аверсе. Далее, такая также датская довольно крупная цинковая монета, достоинством в 5 эре 1956 года выпуска. Времен правления датского короля Фредерика IX. Фредерик IX правил в Дании с 1947 по 1972 годы. Далее, норвежская монета достоинством в 2 эры 1931 года. В 1931 году королем Норвегии являлся Хокон VII. Правил он Норвегии с 1905 по 1957 годы. Такая вот монета, также на Аверсе изображена монограмма Хокона VII. Далее, такая вот довольно распространенная монета, достоинством в 5 эре. Также норвежская, 1959 года выпуска, с изображением лося. Выпущена данная монета во времена правления короля Норвегии Улафа V. Правил он с 1957 по 1991 годы. Такая вот монета. На Аверсе изображен профиль Улафа V, смотрящий влево. Далее, также норвежская монета 1940 года выпуска, с круглым отверстием в центре данная монета. Достоинством она в 10 эре, во времена короля Хокона VII она выпущена. Вот такая вот монетка. Довольно интересная, на мой взгляд. Далее, также норвежская монета, довольно похожа она на предыдущую, достоинством в 25 эре 1924 года выпуска. Также во времена короля Хокона VII она от Чеканина. Также с круглым отверстием в центре и с четырьмя монограммами Хокона VII на Аверсе. Тоже монета такая, довольно распространенная. Далее, две норвежских монеты, также достоинством в 25 эре 1972 и 1973 годов выпуска. Во времена правления короля Улафа V выпущены данные монеты с его профилем на Аверсе данные монетки. Далее, монета Финляндской Республики 1944 года выпуска. Монетка железная. Во времена Второй мировой войны выпущена данная монета. Такая вот мне, в принципе, нравится монеты Финляндии первой половины 20 века. Именно вот эти вот такие своеобразные венки из еловых ветвей изображены обычно на монетах того периода. 10 пенни, данная монета номиналом, и также данная монета примечательна тем, что принадлежности к какому-либо государству текстовых или какого-то герба его, собственно, на монете нет. Далее, также железная, также финляндская монета 1953 года выпуска, но уже, собственно, немного другого периода. 5 марок достоинством данная монета. Я думаю, что все ее видели. И многие имеют в собственных коллекциях. Но, опять же, скажу для тех, кто смотрит меня впервые, и напомню для тех, кто смотрит меня не впервые, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты по годам, по монетным дворам и некоторым другим признакам. В основном, меня интересуют монеты европейских государств 20 века, также их колоний, также государств Юго-Восточной Азии, Африки, некоторых государств американского континента и Австралии и Океании. Далее, монетка Швеции, 1933 года выпуска, монета достоинством в 1 эре, времен правления шведского короля Густава V. Во времена его правления, данная монета выпущена. Думаю, что все эту монету видели. Изображены на реверсе три короны. Национальный символ Швеции. Ну и, наконец, также шведская монетка, также выпущенная во времена правления Густава V, 1941 года выпуска, достоинством она в 25 эре. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. Просьба указывать в комментариях, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я желаю всем удачи в пополнении коллекции и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok